Девять часов полета из Москвы и из иллюминатора открываются феноменальные виды. Коралловый архипелаг посреди Индийского океана. Все атоллы с высоты смотрятся как праздничная гирлянда. Острова как будто ожерелья и броши, разложенные на бирюзовом бархате. Столица островного государства Мали. Именно сюда приземляются все самолеты с туристами. Один из самых густонаселенных городов в мире, поэтому тут особо никто не задерживается. Туристы пересаживаются на гидросамолет или катер, который доставляют до выбранного острова. Мой случай – всего 15 минут на скоростной лодке, и мы на месте. Вот это я понимаю. Вот это встреча. Мистер Андрей, рады познакомиться, добро пожаловать. Опа, даже так? Я думал, так бывает только на Гавайях. Нет, на Амальдийских островах это тоже, видимо, традиция. Все, мы в раю, парни. В настоящем тропическом раю. Один остров, один курорт. Ну, а больше, в принципе, не поместится. Например, размер этого пятизвездочного клочка земли всего 260 на 180 метров. Это всего каких-то два футбольных поля. Поэтому номерной фонд тут увеличивается за счет постройки бунгало и вилл на воде. Вынужденная мера для ательеров, а для отдыхающих – экзотика. Все, приехали? Да? Спасибо большое. Так, какая моя-то? Вот, наверное, вот эта. Точно. Но, я надеюсь, она стоила того. Вилла на самом отшибе. Ну-ка. О-о-о! 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 Ёж твою 20, погляди, какая черепаха. Это ж сколько часов они выкладывали, а? Боже, милота. Любовь к Мальдивам. С первого взгляда на всю жизнь и со всех сторон. А теперь, парни, расступитесь. Есть тут и приватно приятный бонус. Отдельная терраса с выходом в море. Та-дам! Вот это да! Я понял. Это самая крутая вилла здесь, потому что она создает максимальное уединение и приватность. Тебя не видно вообще ни с какого бунгало соседнего. Точно. Цвет воды просто фантастический какой-то. Феноменально бирюзовый. И она прозрачная. Обалдеть. А вот это что такое? Это для чего? Кто-нибудь знает? Нет? Ой, лафа вообще. Девятичасовой перелет стоит того, чтобы скорее познакомиться с этой водичкой. Ой, какая она приятная! Тепленькая-тепленькая. Ой, да-то я понимаю. Причем хочется заметить, что проживание в этом отеле не стоит каких-то космических миллиардов. Оно вполне доступно. Так, с номером все понятно? Пойдемте изучать территорию. Я сейчас как-то обезьяна. Не знаю, разорваться, что ли? Пойти купаться в океан? Или все-таки зависнуть здесь, в этом бассейне? Здесь плюс. Здесь есть барчик. А там рыбки. На острове несколько бассейнов и укромно комфортных пляжей. Здесь находится как бы еще один тип вилл для проживания. Это вот непосредственно на пляже. И по опыту своих собственных друзей могу сказать, что многие предпочитают на мотивах жить именно вот здесь. Так сказать, на большой, относительно, конечно же, земле. И, кстати, проживание в виллах на пляже обычно всегда дешевле. В стране, где 99% территории вода, собственно, развлекаться нужно на воде, в воде и под водой. И в отеле есть, естественно, для этого все. Хочешь тебе катамаран, хочешь овентсерфинг, хочешь вейкбординг, хочешь гидроскутер. Все удовольствия в максимальном ассортименте. Даже если вы равнодушны к водным процедурам и не фанат адреналиновых приключений, на Мальдивах вы не сможете устоять на берегу. Развлечений действительно невообразимо много. От профессионального дайвинга до детских покатушек на банане. Но самая популярная забава, конечно же, снорклинг. Ныряние с маской и ластами. Эй-эй, есть кто дома? Можно к вам в гости? Скатики-акулки, я иду к вам, выходите. Встречайте. На Мальдивах настолько чистая вода, что в некоторых местах видно в глубину метров аж на 40, а в этой самой глубине более 700 видов рыб, огромные черепахи, загадочные осьминоги, скаты, манты. Слушай, я понял, мультик в поисках Немо снимали вот прямо здесь. Вода прозрачная, столько рыбок, яркие, красивые. Но пока ни одного ската. Продолжаем искать. Подводный мир тут не описать словами. Это просто сказка, улет и вау в квадрате. Причем для того, чтобы сноркать, не обязательно далеко отплывать на лодке. Рядом со многими отелями есть живописнейшие рифы. И при везении здесь тоже можно увидеть и скатов, и бэби-акул. Мальких таких, не злых. Говорят, что акулы тут не кусаются и вообще не нападают. Познавать обитателей глубин можно и нужно, не только в пучине морской. Задавать вопрос о том, какой свежести эта рыба, сами понимаете, на Мальдивах бессмысленно. На острове несколько ресторанов, и гости сами выбирают систему питания. Хочешь по меню, хочешь полупансион. Есть и all-inclusive, но не ждите шведского стола, как в Турции. На Мальдивах это скорее похоже на комплексный обед с определенным набором блюд на выбор. Но зато каких блюд, а вкуснейших лобстеров до нежнейшей панакотты. И какая же она на вкус. Ну-ка. Волшебно. Волшебно. Это еще лишь самое начало нашего отпуска. Андрюх, но я уже понял здесь главную проблему. Шампанское. Его надо успевать выпить до того, как оно нагреется. Алкоголь – это отдельная тема. Страна мусульманская, и тут действует строгий сухой закон. Привезти с собой высокоградостную нычку не дадут. Все отберут в аэропорту и вернут при вылете из страны. Так что даже не пытайтесь обмануть таможню. Миссия почти невыполнима. Но это не страшно. На территории резортов горячительных напитков полно. Один недостаток – цена. В два-три раза выше, чем в московских барах. Изредка позволить можно. Но на Мальдивы точно прилетают не для того, чтобы отрываться в хмельном угаре. Потому что тут возбуждает и опьяняет совсем другое. Конечно, вечера и закаты на Мальдивах сумасшедшие. Небо какой-то демонической красоты. А еще складывается ощущение, может, от того, что это экватор, что какие-то там края немножко загибаются. И ты как будто бы, из-за того, что еще облака низкие, как будто бы в какой-то полусфере. Как Шоу Трумэну, помните? И только ради того, чтобы увидеть это своими глазами, стоит прилетать на Мальдиву.